Добрый день! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардио-Балкария в студии Беслан Суидимов. В Нальчике подвели итоги конкурса социально значимых проектов среди некоммерческих организаций республики, деятельность которых направлена на оказание поддержки и защиты ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает портал Госкомитета КБР по делам общественных и религиозных организаций. Конкурс проводился в рамках реализации соответствующей целевой программы. Победителями названо 9 общественных организаций. В этом году на растворение жизни своих социальных проектов они получат государственные субсидии. В списках в Союзе ветеранов Афганистана, Общество Слепых, в целом некоммерческим организациям выделят более 3 миллионов рублей. В библиотеках республики установят программы «Небридер» и модемы для доступа к сети интернет. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства КБРН в Балкарии. На эти цели из федерального бюджета в текущем году будет выделено более 200 тысяч рублей. Соответствующий проект соглашения кабинет министров КБР и Министерство культуры России уже одобрили. В рамках данного правового документа к сети интернет подключат республиканскую библиотеку для слепых. В ней установят персональный компьютер для слабовидящих и многофункциональное устройство. ЭВМ с доступом во всемирную паутину появится еще в 9 библиотеках Нальчика, Зорского, Майского, Прохладинского, Урванского и Черекского районов. «Небридер» – это информационная поисковая система доступа к полноценным электронным ресурсам. В настоящий момент в проекте участвует около 60 библиотек-партнеров. Общий объем электронных документов в НЭП составляет 15 миллионов страниц. Это в том числе старопечатные книги и издания, вышедшие после 1830 года по всем сферам жизнедеятельности диссертации и авторефераты по различным специальностям. В Ковырном Балкарском музее изобразительных искусств открылась выставка картин прохладинских художников в работах «Тонкое ощущение природы, безмерная фантазия в причудливых образах». Различия в подходах и манере написания не помешали Юрию Сизоненко и Владимиру Грекову представить на суд ценитель живописи своей работы в творческом дуэте. На выставке побывала Инна Богатырева. Ей слово. Краска, холст и кисть – инструменты, привычные с раннего детства Юрию Сизоненко и Владимиру Грекову, а еще яркая декоративная манера изображения. Вот, пожалуй, и все, что объединяет работы художников-прохладян, чьи картины выставлены в музее ИЗО в Нальчике. Работа этих мастеров совершенно не похожа друг на друга, делится заведующая экспозиционно-выставочным отделом Нина Леонтьева. Юрий Сизоненко изменил свою манеру, он все время экспериментирует и ищет необычные формы выражения своего отношения к окружающему миру. Это заключается в сложном его пластическом языке, в котором можно увидеть и какие-то сюрреалистические вариации, можно увидеть символизм, можно увидеть прием авангарда, абстракционизма. Художник Сизоненко выставляет свои работы уже более 20 лет. На его счету свыше 80 выставок в России и за рубежом. Венгрия, Германия, Кипр, Польша – далеко не весь список. Экспериментируя с холстом и фактурой, он создал свою собственную технику масляного письма. Коврово-бархатный эффект фактуры из массы мазков на одной из серии полотен, по мнению экспертов-искусствоведов, лишь подчеркивает оригинальность задумки автора. Многие сюжеты, кстати, пришли ему не совсем обычным способом – во сне. Голос был такой, а вот хочешь картину видать свои? Думаю, ух ты, какие свои? Вообще-то я с детства занимался, увлекался рисованием, акварелью, все, думаю, да и хочу. И вот они пошли листаться, знаете, вот такие большие форматы, яркие, цветные, они медленно падают, потом вторая, третья. Потом скорость увеличилась, огромные, много картин, тысячи их было. Когда прошло потом лет 30-40, я их начал вот эти узнавать, все, я их по воспоминаниям делал. Портреты и пейзажи Владимира Грекова коллеги по цеху тоже оценили. Дальневосточные и северные мотивы, горы Приэльбрусья и родные прохладненские равнины. Некоторые работы совсем свежие, краска едва успела высохнуть. Сам автор свою манеру определяет просто. Как могу, пишу, по-своему. Художники в музее ИЗО выставляются далеко не в первый раз. Свои поклонники и ценители таланта есть у каждого. Экспозиции посетители смогут увидеть до конца месяца. Инна Богатырева, Адмир Сабанчиев, Вести Кабардино-Балкария. Спартакнадчик определился с главным тренером команды. До недавнего времени обязанности исполнял Тимур Шипшев. Совет директоров объявил о том, что приставка ИОС наставника краснобелых снята, сообщает сегодня официальный сайт клуба. Решение о его утверждении на пост главного тренера было принято после того, как исполком Российского футбольного союза определил, что команды, выступающие в футбольной национальной лиге, могут возглавлять тренеры, обладающие не только категорией ПРО, но и А, как Шипшев. Напомним, он исполнял обязанности главного тренера с апреля нынешнего года, после того, как команду покинул Сергей Ташуев. Игроком Тимур Шипшев провел в составе Нальчикского Спартака более 200 матчей. В тренерском штабе клуба работает с 2006 года. В эти минуты в Нальчике на стадионе Кабгу проходит второй тур чемпионата ЮФО и СКФО по регби-7. Университетский стадион «Бульвестник» принимает на своей площадке пять команд. Открыли турнир спортсмены из Таганрога и Владикавказа. Участвуют также команды из Махачкалы и Ростовской области. Нальчикские регбисты в первую же из своей схватки с Махачкалинским Олимпом показали перспективную игру. С учетом возраста и опыта ребят, отметил исполнительный директор федерации регби КБР Хадис Губроков. Наполеоновских целей сегодня руководство команды не ставит. Мы подключаем сейчас молодых, юношескую команду, смотрим вперед на будущее, на следующий год, в последующие годы, чтобы молодежь заиграла. Самая главная цель, чтобы они играли и в нашей республике, чтобы регби развивалось лучше. Сейчас вот сегодня увидят и посмотрят регби, и я думаю, еще многие придут на секцию регби. В этом году мы опять-таки возобновили при университете регби. Федерация регби КБР Хадис Губроков в Алкаре помилует с начала учебного года открыть в некоторых районах республики еще ряд секций. Третий финальный тур чемпионата ЮФО СКФО состоится в Таганроге через две недели. На этом служба информации завершает свою работу. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. До встречи на Телеканале России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова